Привет, друзья! С вами снова я, Илья Пономаренко. Спасибо, что смотрите новое видео на моем канале. И в этом видео хочу поговорить с вами про так называемый снэк-эффект. Что это такое и как это связано с деньгами, ты узнаешь через несколько секунд. Итак, снэк-эффект. Я думаю, каждый из вас знаком с такой штукой. Когда у тебя перед носом лежат чипсы, семечки или что-либо другое, что просто можно погрызть, орешки может быть, да? Так вот, когда лежит это перед носом целый пакет или целая миска, и ты еще смотришь, к примеру, там что-то по телевизору, да, или, допустим, читаешь книгу, то, я думаю, наверняка замечали вы такую штуку, что ты это просто вот чипсина за чипсиной, орешек за орешком, ты грызешь постоянно, да, пока полностью не опустошишь весь этот тютер, весь этот пакетик. И вот это называется снэк-эффект. И то же самое происходит с деньгами. То есть, пока у тебя лежат деньги, допустим, на банковском счете или где-то там в конверте, и вот у многих людей, особенно у тех, у кого нет правильных денежных привычек, которые привыкли как бы транжирить деньги и считают это не транжирством, а нормальным как бы видением, да, нормальными привычками, у них происходит та же самая штука, тот же самый снэк-эффект. Они тратят все до последней копейки, пока это возможно. Тратят на всякие мелочи, на всякую фигню и потом ищут тысячу оправданий, почему та или иная покупка действительно там важна, нужна и оправдана. И вот чтобы такого не... И очень часто, кстати, такие люди приземляются потом на минус в конте. То есть, вроде как бы деньги и были, а там расплатили, особенно если они расплачиваются кредитной картой или же контой, да, такие люди часто выходят потом на минус по конте. То есть, месяц еще не прошел, осталось там, я не знаю, 10-20 дней, а на конте уже и минус, потому что там потратили, там потратили, там потратили, вроде как бы мелочи, да, а в итоге накапливается такая сумма, вот, которая как бы потом снимается с твоей конты постепенно, а ты не просчитал, опустошил все до нуля, вот как можно было, да, и ушел в минус, как правило обычно бывает. Вот что делать, чтобы вот этот снэк-эффект, так называемый, не наступал? Да очень просто. Во-первых, нужно вести банальный учет расход-приход денег. То есть, ведешь учет, сколько потратил, куда потратил, когда потратил, сколько денег пришло, когда пришло, откуда пришло, это очень важно знать. Вторая штука, что следует делать, чтобы не попасть в этот, так называемый, снэк-эффект, это откладывать деньги сразу после того, как они пришли на твой банковский счет, откладывать на разные конты. Есть так называемая контент-система, есть драй-контент-система, есть свайер-контент-система, есть фиррер-контент-система. Что это такое? По сути, это не что иное, как связка различных конт, каждая из которых имеет определенную цель. Например, вот у тебя есть одна конта, джиру-конта, как правило, допустим, у тех, кто работает по найму, она одна, единственная, куда приходит там зарплата, к примеру, да. Из этой конты вы настраиваете автоматически, чтобы как только приходят к вам деньги, автоматически с этой конты снималось, допустим, 20% и уходили на сберегательную конту. Лучше, если под сберегательной контой будет депозит, на который капают проценты, и с этого депозита, например, инвестируются деньги в акции ETF. Это один вариант. Дальше. У вас должна быть также ком-то, как это называется по-русски, ком-то подушки безопасности или что-то такое. В общем, деньги должны откладываться на тот случай, когда, не дай бог, что-то случится, к примеру, с работой, и вы потеряете работу. У вас должна быть определенная сумма денег. В идеале это 2-3 месячные зарплаты, на которые вы сможете первое время как-то прожить, пока не найдете там новый способ заработка или дохода. Вот эти деньги должны уходить на вторую конту. На третью конту должны деньги уходить на случай непредвиденных каких-то трат. Про финансовые нежданчики я уже снимал видео на своем канале. Один из уроков о том, как экономить правильно деньги. Поэтому я его где-то, наверное, прикреплю под этим видео или вот здесь в инфобоксе, в инфокарте, точнее, я прикреплю. В общем, можете посмотреть. Финансовые нежданчики также можно пропланировать, чтобы они не были такими неожиданными. И вот на следующую конту должны уходить деньги как раз вот для этих штук, чтобы вас не заставали врасплох разные непредвиденные обстоятельства. И все, что остается, можно поделить, например, по 4 конвертам. То есть снять деньги с конты, во-первых, чтобы не уйти в минус по ней. Поделить эту сумму по конвертам, например, на каждую неделю по одному конверту. И вот у вас есть ровно столько денег в каждом конверте, которые вы можете потратить там на неделю. Туда входит питание, туда входит шматье, туда входит всякие развлечения и так далее и тому подобное. Если хотите копить на отпуск, соответственно, делайте еще одну конту или же конверт, но лучше, опять-таки, конту, где деньги будут копиться на отпуск. Я, например, для этого использую на данный момент вклады в P2P кредиты под 10-15% годовых. То есть можно туда инвестировать деньги, в любой момент их можно туда вытащить. И пока деньги там лежат, там капают проценты сами по себе. И что самое прикольное, это не 0,01, как это делают сейчас в банках, и то в лучшем случае, если вообще что-то дают, а от 10% до 15% годовых, по-моему, неплохо. Риски, конечно, свои есть, как и в любых видах вкладов и инвестиций, но, тем не менее, все-таки лучше, чем когда деньги лежат под подушкой, и их сжирает инфляция, они теряют свой верт. В общем, вот такой принцип. То есть, чтобы не наступал такой снэк-эффект, когда вы все-все сливаете, все деньги прямо. Вот есть просто такие люди, которые вот пока есть, они все тратят, 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 тратят. Чтобы не получилось так, что вы улетели в минус по конте, что, кстати, не желаю, не советую делать с банками, потому что, не дай бог, вам понадобится когда-то там, ну, кредит какой-нибудь или что, банкиры будут смотреть на вашу историю кредитную в банке. То есть, как часто вы уходили в минус, как часто вы там нарушали какие-то их правила, как часто с вас снимали гильбюры там за Берцинг и так далее и тому подобное. Если у вас будет, скажем так, не очень приятная история в этом банке, то, скорее всего, у вас будут проблемы с получением кредита или, например, с получением финансирования на покупку недвижимости и так далее. То есть, нужно стараться максимально чисто, без всяких юберцингов, без всяких уходов в минус вести свой банковский счет. И вот это один из таких злобных эффектов, снэк-эффект. То же самое, что когда бывает у людей, когда они кушают там всякий снэк разный, да, чипсы, орешки, семечки и так далее и тому подобное, то же самое происходит и с деньгами. Если тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным, тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. И забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет? Подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывают в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто. Каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии, через интернет, или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ильяпономаренко.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok